Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Правильное питание. Школьные столовые и буфеты проверила Рязанская прокуратура. Сосновый бор. Заброшенный санаторий стал съемочной площадкой нового фильма Юрия Быкова. Бизнес-решение насущных проблем обсудили на форуме социальных технологий. Новый год шагает по планете. Что приготовить и как приобрести только качественные продукты. Что и как едят дети. Сотрудники прокуратуры проводят проверки в рязанских школах. Под прицелом столовые и буфеты. Как говорят представители ведомства, до настоящего момента практически в каждом учебном заведении были выявлены недочеты. Ну мы тогда приступим. Посмотрим, все ли у вас в порядке. Также соблюдены ли правила санитарных норм и требования к организации питания. Проверка в школе номер 39 плановая. Проводится она совместно с представителем Роспотребнадзора. Он выступает в качестве консультанта. Задача осмотреть буфет на предмет соответствия с санитарно-эпидемиологическим требованиям. Булочки без маркировки. Они так и поступают, да? Ну да. Только дату, да? А маркировки, что это булочки? Там все, наверное, в детском питании. Ну вот, я имею в виду, на этих, сами такие поставляют, да, вам? Понятно. После осмотра буфета сотрудники прокуратуры выносят неутешительный вердикт. Нарушения есть. Вот только они незначительные. В ходе проверки в буфете школы номера 39 были выявлены незначительные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, которые будут устранены. 39-я школа не первая, в которой проводится такая проверка. До этого сотрудники прокуратуры прошлись по буфетам и столовым школ номер 19-25 и 13-й. Там нарушения были куда значительнее. Продукты без маркировки и с истекшим сроком годности. В связи с выявленным нарушением прокуратуры района 6 ноября 2018 года руководителю муниципального предприятия детское питание было внесено представление об устраненном нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, которое находится в стадии рассмотрения. Елена Тетерина рассказала, что проверки в пунктах питания школ будут продолжаться и по всем выявленным нарушениям будут вынесены постановления. Валерий Седов, Игорь Глоутов, телекомпания «Город». Кино. И еще раз кино. В Рязанской области стартовали съемки нового фильма Юрия Быкова. Картина носит рабочее название «Сторож». Примечательный тот факт, что съемки проходят на территории недействующего санатория «Сосновый бор». Валерий Седов побывал на съемочной площадке. «Мотор! Все подальше, пожалуйста! Камера! Стой!» Одна из ключевых сцен нового фильма Юрия Быкова. «Сторож» персонаж Аллы Югановой собирается спрыгнуть с крыши. А два других героя, ее муж и сам сторож санатория стараются помешать ей. Съемочная группа затаила дыхание, нервы у всех на пределе. Сцена очень напряженная. Что и говорить о том, как она будет смотреться на экране. «Забирай машину, деньги! Уезжай куда хочешь!» «Ты меня не получишь!» Продюсеры определяют жанр картины как остросюжетная драма. По сюжету обычную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает семейная пара. У каждого здесь свои тайны, от которых они убегают. «Наверное, неправильно выдавать все секреты и рассказывать, о чем кино. Но это драма. Это три человека, которые оказались в санатории. Одна девушка, двое мужчин. Это любовный треугольник». Продюсеры надеются, что эта картина станет самой кассовой у Юрия Быкова. Она ближе всего придерживается жанра. Локацию для съемок, по словам продюсеров, было найти одновременно и тяжело, и просто. Рассматривали свыше 15 заброшенных санаториев по всей стране. Но выбор пал именно на Рязань. «Здесь великолепный пейзаж. Если вот мы сегодня снимали на крыше корпуса, если вы зайдете на крышу и посмотрите вдаль, вы видите прекрасный, бесконечно красивый, потрясающий вид. И нам было это очень важно. Потому что, как это не банально извинить, но тем не менее это созвучно с широкой русской душой. И в фильмах Юрия это очень важный элемент. Поэтому именно такую картинку мы хотели в кадре». Съемочная группа переживала, что не выпадет снег. Для картины он очень нужен. Но здесь повезло. Осадки выпали в первый же день. И теперь атмосфера для фильма самая подходящая. В настоящий момент съемки в самом разгаре. А в ожидании новой картины Юрия Быкова можно посмотреть другой фильм режиссера под названием «Завод», который в скором времени выйдет на экраны. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Форум социальных технологий подводит итоги. Два дня участники посещали лекции, мастер-классы, круглые столы и стратегические сессии. А также защищали собственные разработки перед экспертами. Кто стал лучшим, знает Мугалина Кудряшова. Кафе правильного питания, контейнеры для раздельного сбора мусора, избирательное право для людей с ограничением здоровья по зрению. Вот лишь часть идей будущих предпринимателей, которые они предложили на форуме социальных технологий, организованном Рязанским государственным радиотехническим университетом. В конкурсной программе более 40 проектов. Одним из лучших стала инициатива Дарьи Денисовой. В ходе своего проекта я планирую открыть пункты сбора использованных батареек. Будут они расположены в государственных и муниципальных учреждениях города Рязани. Данный проект я хочу реализовать, потому что существует такая проблема, что большое количество отходов не утилизируется правильно и загрязняет окружающую среду. В форуме социальных технологий РГРТУ приняли участие более 500 человек. Это студенты различных рязанских и российских вузов. Они имели возможность не только лично посетить мероприятия, но и подключиться онлайн. Их ждали мастер-классы, круглые столы, стратегические сессии, где предприниматели, профессора, представители органов исполнительной власти и крупнейших добровольческих организаций города делились личным опытом ведения проектов. То, что здесь происходит, я считаю, что это уникально, потому что ребята начинают развивать социальные проекты, а мы все прекрасно понимаем и знаем, что и государство, у нас тоже мыслит проектами, у нас есть федеральные проекты, которые сейчас реализует вся страна. Мы знаем постановление, указы, которые издал президент о том, чтобы наша жизнь была лучше, и она тоже встроена именно на проектной деятельности. Напомним, что форум является заключительным мероприятием Молодежного каворкинг-центра социального предпринимательства. С сентября этого года более 300 студентов Рязанского государственного радиотехнического университета встречались еженедельно на теоретических и практических занятиях. Им помогли составить собственные маркетинговые и финансовые планы, просчитать возможные риски и спрогнозировать результаты. Лучшие проекты предстали на суд экспертов. Утром 7 декабря ВУЗ подписал соглашение о сотрудничестве с Орловским государственным университетом, где работает аналогичный международный каворкинг-центр. В рамках этих договоренностей уже запланированы онлайн-мастер-классы. С их студентами они участвовали удаленно в наших мероприятиях. Наши студенты будут получать знания от специалистов из Орла. И мы предполагаем, что такой формат взаимодействия приведет нас к международным проектам. Стоит отметить, что форум социальных технологий и молодежный каворкинг-центр социального предпринимательства в этом году проходили впервые и уже зарекомендовали себя на высоком уровне. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». До Нового года осталось всего три недели. Самое время составлять меню и покупать подарки. Как не нанести вред здоровью обильным застольям и как среди всего многообразия приобрести только качественные продукты. А также, какие категории товаров подделывают, чаще всего узнаете из следующего сюжета. Какой новогодний стол без красной икры? Это лакомство украсит любое блюдо. На тарелке яркие зерна напоминают блестящие елочные игрушки. Но на что следует обратить внимание при покупке данного лакомства? По данным Роспотребнадзора, эту категорию продуктов подделывают нередко. Только за последний месяц в регионе были выявлены несколько случаев реализации икры неустановленными лицами. Покупая такой продукт, вместо застолья можно оказаться в больничной палате. Поэтому производство и продажа икры строго регламентируются законом. Главное, на что стоит обратить внимание, это маркировка. На маркировке икры должно быть написано, из какой рыбы изъята икра, дата производства и дата фасования. Вместе с тем, обращайте внимание, что на жестяной банке должны быть выбиты все наименования изнутри. Должно быть слово обязательно икра, дата производства, дата фасования, номер завода, номер смены и код рыбной промышленности R. Важно визуально оценить целостность упаковки. Крышка не должна быть вздута. Жестяная банка должна быть плотно закрыта. Если в стеклянной банке, то должно быть полное набито икрой. Обращайте внимание на состав. На составе только допускается использовать консервантов Е200 и 211. Сотрудники Роспотребнадзора советуют покупать икру и другие продукты только в торговых центрах, магазинах и на рынках. То есть там, где могут предоставить документацию. Но даже покупая качественные продукты, можно нанести вред своему здоровью во время новогоднего застолья. Обилие жирной, соленой пищи, приправленной майонезом. В общем, все, от чего предостерегают диетологи. Но вместе с тем, даже любимые салаты можно сделать более полезными. Много салатов, много майонеза. Пожалуйста, приготовьте эти соусы сами. Либо заправьте просто лимонным соком с оливковым маслом, с нерафинированным. Либо, если уж вы хотите обязательно использовать майонез, то готовьте этот майонез своими руками, со своей собственной кухней. Еще одна опасность новогодней ночи – позднее застолье. Врачи в один голос утверждают – в ноль часов наш организм привык спать. Но и здесь есть способ обезопасить себя, не отказываясь от традиций. Мой совет как диетолога – покушайте вовремя, как обычно. То есть сделайте себе обычный ужин, а новогодний стол будет представлен просто с закусками, овощными нарезками. То есть легкие овощи, какие-то нежирные сорта мяса, птица, курица, индейка, рыба, пожалуйста, заливное из рыбы. Еще не лишним, по словам Светланы Аркановой, будет поставить на праздничный стол простую воду. По любому случаю, здоровье человека в его руках. Исследователи рекомендациям каждый тоже решает самостоятельно. Главное, что эти предновогодние дни дарят нам ощущение сказки и ожидания чуда. Мария Руда, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь подведем итоги уходящей недели и начнем с очередных проблем. Продолжаются перебои в работе автоколонны 1310. 4 декабря рязанцы отметили, что городской муниципальный транспорт практически не работал. В городской администрации сказали, что это связано с временным ограничением права пользования со стороны судебных приставов, которое было снято вечером. По заверениям мэрии, ситуацию удалось урегулировать. Мы выяснили, в селе автобусы вышли на маршруты. Остановка поселок Ворошиловка. Уехать отсюда можно только на 21-м и 24-м автобусах 80-й маршрутки. Пенсионеры приходят строго по времени. Вот видите, нет автобуса. Он должен сейчас приехать. Он должен 48 минут приехать. Ну, я не знаю, с чем это связано. Это надо у них спрашивать. Конечно, хотелось бы. Во-первых, очень часто они опаздывают. Но опаздывают, ладно, это объективно еще может быть причина. Но они вообще не приходят. Если не повезет, они снова разойдутся по домам, чтобы вернуться через час. Зимой на морозе стоять тяжело. Бывает, два рейса не бывает и чего. Это два рейса, это два часа автобус. Ну, хотя бы маршрутку дали еще бы. А то одна. И ходит она в дашки. Вот такие дела у нас. Особо не уехать. Да, особо не уедешь. Ситуация с транспортом не лучше. И в центре города, на площади Победы, электронное табло показывает всего один автобус, который должен подъехать в ближайшее время. Никуда не годится, можно сказать. Очень плохо. Сегодня утром ехали, не было рейса. И сейчас вот нет рейса, не знаю, сейчас вот на табло, где минут через пять должен подойти. А какой автобус ждете? 13-й. 13-й. Жду его, не было. Нет, вот уже 40 минут. Одного рейса не было. Ну, редковато бывает, четверка автобуса. 17-й вообще, как-то не вижу, редко очень вижу. Тяжеловато ехать? Да, проблемно. Вот четверка очень долго ждут. В автоколонии 13-10 сейчас идет процедура банкротства. Многие автобусы, которые сейчас работают на баршрутах, уже арестованы приставами за долги по горюче-смазочным материалам. Приставы уже описали более 60 единиц транспорта. Долг предприятий только за ГСМ составляет 21 миллион рублей. Периодически из-за процедуры банкротства в рейс не выходят автобусы. 4 декабря пассажиры не дождались транспорта на первом, третьем, восьмом и десятом маршрутах. На некоторые вышли по одной машине. Пассажиры беспокоят, что будет дальше, потому что на многих остановках, таких как Ворошиловка, автобусы – это единственный транспорт, где действуют льготные проездные. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Раскопали и забыли ситуацию, которая для резонцев совсем не исключение исправил. На улице Октябрьской для проведения капитального ремонта теплотрассы разрыли трубы, а плиты оставили рядом. Теперь не пройти, не проехать. Продолжит Валерий Седов. Огромная траншея во дворе дома номер 55 по улице Октябрьской появилась, по словам местных жителей, три недели назад. Плиты оставили на дороге, полностью перекрыв проезд и подход к близлежащим домам. Во-первых, у нас отключает отопление, оно не всегда есть. А во-вторых, для них неудобство, кто же зимой работами этими занимается. Обходить, не то что проехать, обходить очень сложно. Потом неудобство то, что они постоянно шумят, шум и все на свете. Нам это предоставляет много неудобства. А после раскопа, говорят жильцы, все рабочие пропали. Трубы отопления так и остались лежать, не прикрытые ничем. Перепады температур, различные погодные условия. Из-за этих факторов 4 дня назад трубу теплотрассы прорвало. Жители вызвали работников. Но те, по их словам, просто развели руками и уехали. Сейчас это место закрыли тряпкой. Жильцы рассказали, что рабочие здесь появились практически впервые. Теперь у них множество задач. Ремонт теплотрассы. Этого участка, протяженность? Ну я не знаю. Протяженность это... А как долго будет делать, что за работа предстоит? Я понятия не имею. Ну замена труб, отопление и горячей воды. Мы электрики, мы приехали осветить эту яму и все. А конкретно, что тут будут делать, мы не знаем. Местные жители рассказали, что траншею оградили в первый день. Вот только ленту унесло ветром практически сразу. Неужели три недели ограждений не было? Рядом с ямой по тропинке ходят дети в ближайшую школу. Водители попали в не менее сложную ситуацию. По словам местных жителей, такие объявления появились на гаражах буквально за час до начала ремонта. Поэтому машины выгнать никто не успел. Сейчас автомобили так и находятся в гаражах. И быть им там до конца ремонта теплотрассы. Местные жители рассказали, что тепло у них в доме есть. Отключают редко на время проведения работ непосредственно на самих трубах. Пока с проблемой именно отопления они не столкнулись. А вот затянувшийся ремонт, это уже больная мозоль. Водители вынуждены смотреть из окна свои запертые автомобили, а местные жители искать обходные пути к своим квартирам. Телекомпания «Город» предложила РМПТС прокомментировать сложившуюся ситуацию. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Привести в порядок надгробие на Скорбящинском кладбище призывают рязанские археологи. Они побывали там накануне Дня неизвестного солдата. Увиденное шокирует. На некоторых надгробьях погибших в Великой Отечественной войне небрежно написаны имена. Есть ошибки в годах рождения. Фотографии бойцов сохранились, но местами почему-то закрашены побелкой. Валерий Седов продолжит. На Скорбящинском кладбище похоронено около полутора тысяч бойцов Красной армии. Рядовые сержанты и лейтенанты покоятся вместе. И вспоминают о них, видимо, только по праздникам. Как мы можем видеть, кладбище русское воинское содержится в достаточно неплохом порядке. Но при детальном осмотрении непосредственно самих могил, самих мест захоронений, мы можем с вами увидеть множественные либо досадные ошибки, либо небрежные отношения, либо иногда кажется, что это откровенное издевательство над написанием имен погибших и похороненных здесь солдат и офицеров. На очищенных от снега надгробьях можно заметить вопиющие орфографические ошибки. Например, фамилия Картошкин, написанная через латинскую букву. Или наоборот, нечитаемые имена. Встречаются и ошибки в датировании года рождения и смерти. Согласно им, Иван Лаврентьевич прожил около 142 лет. От некоторых солдат остались только фамилии, а других – год смерти. Вся остальная информация, скорее всего, покоится в архивах. За некоторыми, видимо, следят родные или однополчане. На надгробьях есть более точная информация, а также фотография. Скорее всего, о других и позаботятся некому. Буквы откалываются вместе с побелкой. Именно героев теряются не в веках, а прямо здесь, на их надгробьях. Сами захоронения проседают вместе с плиткой. Таких провалов на кладбище несколько. Василий Конов рассказал, что есть, возможно, еще одна проблема. Сам Скорбящинский мемориал создан в 80-х годах, в годовщину победы над фашистской Германией. Вот только никаких данных, по словам археолога, о расположении и местах захоронения бойцов практически нет. И неизвестно, действительно ли надгробья стоят на своих местах. Вопрос о воинском кладбище особый остров стал после Дня неизвестного солдата. Получается, что имена героев, которые стояли на защите Родины, могут быть забыты. Или потеряна вся информация о человеке, где родился, в каком году умер, в каком звании был. Все это может потеряться не на арене боевых действий, а на кладбище, в месте, где они нашли свой покой. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Привести в порядок надгробье обещали до 12 декабря. К другим темам. 3 декабря Рязанский союз таксистов устроил бойкот службам заказа такси. Выбрали самый час пик. Понедельник, 5 часов вечера. Таксисты заявили, что перевозчик сам должен устанавливать тарифы, а не информационная служба. На стоянке собрались только те, у кого есть лицензия на перевозку пассажиров. Иначе говорят таксисты. Все работают не первый год. У каждого в машине установлено несколько систем, с каждой из которых им и приходят заказы. Вот только сами таксисты заявляют, что цены на перевозку, предлагаемые информационными службами, сильно занижены. Производитель не может устанавливать стоимость поездки. Понимаете? Вот что мы. Другое дело, какие цены потом будут, да? Мы ведь хотим, чтобы была конкуренция между нами. Вот когда будет конкуренция, тогда и будет справедливая рыночная цена. А какая она справедливая рыночная цена? Если вы хотите услышать в рублях стоимости, то сейчас это на 30-40% выше, чем сейчас. В настоящий момент, по словам таксистов, они получают только 30% от той суммы, которую оплачивает пассажир. Поэтому на бойкоте, который прошел 3-го числа, Рязанский союз таксистов принял решение зарегистрироваться как юридическое лицо. Мы решили, что все-таки будем регистрироваться как юридическое лицо. Дальше что мы будем делать? В планах то, чтобы попасть все-таки в рабочую группу по разработке законопроекта, в рабочую группу Государственной Думы. Это делается для того, чтобы повлиять на закон о работе такси, который будет приниматься. Кроме этого, Рязанский союз таксистов планирует создать свою службу заказов. Создание такой службы позволит им самим устанавливать тарифы и конкурировать на равных со службами заказа такси. Первым этапом создания такой службы станет регистрация юридического лица. Все необходимые документы союз таксистов планируют собрать в ближайшее время. В начале декабря в Рязани открылся очередной магазин, известный сети гипермаркетов Шанхай, в котором на 3000 квадратных метров представлены лучшие товары из Турции и Китая. Этот магазин перевернет представление рязанских покупателей о покупках и ценах. Особенно приятно будет такая экономия в преддверии новогодних праздников, когда каждому предстоят приятные и многочисленные траты на подарки и наряды. Съемочная группа телеканала «Город» посетила гипермаркет Шанхай и убедилась в том, что тут можно реально сэкономить. Добраться до этого чудесного магазина несложно. Огромное здание с рекламной вывеской на крыше прямо за пенсионным фондом на Московском шоссе, дом 6. Огромная площадь, бесконечные ряды одежды, обуви, товаров для дома. Новогодняя тематика тоже присутствует. Маскарадные костюмы, яркие наряды для детского утренника и к радости покупателя доступные цены и прекрасное качество. Сейчас совершенно случайно ищем новогоднее оформление для торгового центра. Ну, в общем-то, мы вчера уже набрали часть, приехали еще добирать. Елки разных размеров, гирлянды и шары в гипермаркете Шанхай можно не только прекрасно оформить дом, но и подобрать подарки для всей семьи. Малышам подойдут яркие крупные конструкторы, мягкие игрушки и куклы Барби, разнообразные машинки. Детская, взрослая, спортивная, нарядная, для отдыха на все сезоны, от прекрасного белья до верхней одежды. Покупать по таким ценам – одно удовольствие. Текстиль во всем многообразии, постельные комплекты, подушки и одеяла с различными наполнителями, например, лебяжьим пухом, верблюжьей или овечьей шерстью, бамбуком. Выбор качественной недорогой посуды порадует любую домохозяйку. С положительными эмоциями от покупок останется каждый покупатель. Ассортимент, конечно, большой тут. Буквально все. Практически сказали нам, что гипермаркет. Ну, действительно, да, гипер. В гипермаркете одежды и обуви Шанхая вы сможете не просто подобрать удобное и стильное платье или джинсы, но и составить образ целиком, благодаря большому выбору аксессуаров и обуви. Очень удобно, когда все и в одном магазине. Гипермаркет Шанхай в Рязани находится по адресу улица Московское шоссе, дом 6, недалеко от остановки общественного транспорта Пенсионный фонд. Для автомобилистов просторная парковка. Очень удобное и время работы супермаркета. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Праздник вкуса и разнообразия. В Рязани с 6 по 16 декабря работает выставка продажа особенностей национальных вкусов. Специи, чаи, мед, мясные деликатесы и еще множество других продуктов, которые так полюбились рязанцам, можно приобрести в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. От Абхазии до Камчатки такова география привезенных в Рязань продуктов. Уникальные по своей рецептуре способы производства и натуральному составу. Эти кулинарные произведения способны украсить как праздничный стол, так и будничное меню. Икра здесь высочайшего качества, как говорится, икринка к икринке. А рыба выловлена в чистейших камчатских водах – чавыча, кижуч, семга, белуга. Прежде чем купить, все можно попробовать. А добавить новые краски в, казалось бы, привычные блюда. Помогут специи. Более 40 видов уникальных и пикантных приправ, среди которых соль сванская и абхазская, гранат и меритинский шафран. И это далеко не все. Также мы привезли вам настоящий хмели-сунели. Купаж из 16 трав идет. Есть ореховая универсальная, ее можно везде добавлять. Холодной зимой о теплом летнем дне напомнит чай с ягодами и травами. Яркий, насыщенный аромат чая ручной сборки подарит истинные моменты наслаждения. Из 30 видов каждый найдет свой вкус. Это самый северный чай, который собирается в горах Большого Сочи. Купажирование мы проводим сами. Добавки все собираются тоже в горах. Все полезное, все вкусное. Не только вкусные ягоды, даже и цветочки, и травы. Чтобы чаепитие было еще более приятным, на выставке продажи можно приобрести вкуснейшую варенье и экологически чистый горный мед, собранный на высоте 800 метров над уровнем моря. Янтарный цвет сладкого лакомства, помимо гастрономического, подарит эстетическое удовольствие и укрепит здоровье. Пасеки наши находятся высоко в горах. Там нет ни заводов, ни автомобилей. Каштановый мед очень полезный для сердечно-сосудистой системы. Отдельное место занимает царица стола – аджика. Два вида аджики. Одна из них является редкостью в России. Не встретить такого в принципе. Также много видов соусов разных. Михаил не в первый раз приехал познакомиться с особенностями национальных вкусов. Говорит, нравится ассортимент и качество. Признается, купил всего понемногу. Икру, сыр, специи. В супермаркете просто зачастую нет таких вещей, таких продуктов. Я бы не видел каких, например. Ну вот, выдержанных сыров таких, по крайней мере, не видел. Изюминкой выставки является то, что абсолютно все можно попробовать и принимать решение, полагаясь исключительно на собственный вкус. А в преддверии Нового года все деликатесы особенным просятся на праздничный стол. Орехи, сладости, мясные деликатесы. Такие, как суджук из оленины, баранины, телятины и конины. Оленина в красном вине, сыры и еще много других уникальных продуктов можно приобрести ежедневно на выставке продажи «Особенности национальных вкусов», которая работает с 6 по 16 декабря в торговом центре «Премьер» на третьем этаже с 10 до 20 часов. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Зима полностью вступила в свои права. И когда столбик термометра уверенно ползет вниз, особенно хочется тепла и уюта. Ничто не может согреть морозы так, как натуральный мех. А шубы стали еще и модным элементом гардероба. Подробности далее в сюжете. Выгодная покупка к зиме. Гипермаркет кожи и меха «Эльмех» предлагает жительницам Рязани приобрести шубу со скидками 15 тысяч рублей. Жемчуг, махагон, графит, орех – выбор цветов огромный. Одна из новинок – шуба из европейской норки, которая за пару минут превращается из короткой в длинную. Это шубка трансформа. Цвет махагон, поперечка. У нее отстегиваются рукава, делаются вот так, три четверти. И отстегивается низ. Вот вы купили шубку, и у вас получилось две шубки. И длинная на холодное время года, когда холодная метель, и коротенькая. В гипермаркете «Меха и кожи Эльмех» действуют скидки до 70% на шубы из лесы. Новые поступления – верхняя одежда из стриженной нутрии. Шубы необъемные, но очень теплые и практичные. А потому подобрать себе одежду на зиму смогут даже требовательные покупательницы. Модели разной длины и фасона, с капюшонными, накладными, карманами. Еще одна новинка – без рукавки. Будет выглядеть очень красиво, модно, стильно, с кармашками, утепленные, горлышко закрыто. Вот такая вот замечательная чернобурочка. Вот такой вот необыкновенный цвет лесы. Любая девчонка оденет, будет выглядеть шикарно и модно. Для погоды, которая стоит сейчас, консультанты гипермаркета «Меха и кожи Эльмех» предлагают безрукавки из соболя с капюшонами. Короткие, длинные, разных цветов. Вариант для автоледи – куртки с натуральным мехом. Сейчас вот очень модно шапки-сумки, вот сейчас вот на курточках вот так вот выделаны, утепленные внутри джинса и украшены вот таким вот песцом в цвете соболя. Очень красиво. Они вот в разном цвете. Девчонкам это все очень нравится. Ну и вот сейчас это все очень в тренде. Гипермаркет «Меха и кожи Эльмех» располагается по адресу улица Вокзальная, дом 6, второй этаж. Работает ежедневно с 10 до 20 часов. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Такой была эта неделя. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин